Научно-педагогическое и культурное наследие архиепископа Афанасия – главная тема седьмых Афанасевских чтений, посвященных 380-летию со дня рождения архиепископа Холмогорского Ивашского Афанасия. В интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ собрались те, кого уже не один десяток лет объединяет культура русского севера и его духовное богатство. А начиналось все с обычного собрания, которое проходило в Северном историко-родословном обществе. Я уже 20 с лишним лет являюсь президентом этого общества. И кроме родословных, о которых рассказывают члены нашего общества, у нас есть и такое правило – проводить собрания, заседания, посвященные великим людям Севера. Духовный писатель, проповедник, ученый и строитель архиепископ Афанасий в миру Алексей Артемьевич Любимов, первый владыка Холмогорский Ивашский. Он сыграл важнейшую роль в становлении молодого государства в эпоху Петра Первого. По его инициативе возвели Холмогорский Спасо-Преображенский собор, архиерейский собор, в стенах которого впоследствии и появилась архиерейская школа. Но самое интересное в том, что из этой архиерейской школы, вот из этого небольшого особняка, ну сначала это в архиерейских палатах, потом появился двухэтажный особняк, ну уже немножко после смерти Афанасия, вышли семинария, Поморский университет, Федеральный университет. Оттуда, чуть позже, там же появилась на этих корнях наша мореходка имени капитана Воронина. Ну и не побоюсь сказать третье. Без Афанасия не было бы Ломоносова. Потому что сегодня многие исследователи считают, что Ломоносов посещал школу, тогда она называлась уже славяно-латинскую школу, посещал и знакомился с библиотекой, с огромной библиотекой, с тем наследием, которое оставил Афанасий. На пленарном заседании звучали доклады, которые с разных сторон раскрывали личность Афанасия Холмогорского и его неоценимый вклад в культуру, историю, науку и образование. Это тип деятельного архиерея, энциклопедически образованного, для которого не было ни интересных тем в принципе. Он сочетал в себе, как такую книжную ученость древнего монаха и широчайшую европейскую образованность. И вместе с тем обладал ярким административным талантом, за что его, например, Петр Алексеевич, Петр Первый, очень ценил. Можно с уверенностью сказать, что и культурный ландшафт Русского Севера, а именно он формирует нашу историческую память, связан с делом Афанасия Холмогорского. О роли интеллектуальной и духовной деятельности архиепископа Афанасия в формировании культурного ландшафта рассказала доцент кафедры культурологии и религоведения САФУ, кандидат исторических наук Ирина Николаевна Фельд. Любопытнее всего третий вид культурного ландшафта, который имеет название ассоциативного. Именно ассоциативный ландшафт обладает пространством прошлого. Человеку важно иметь опору на опыт жизни предков с их эстетическими и этическими ценностями. И понятие веры здесь играет не последнюю роль. Проблема взаимоотношений веры и разума, она сегодня тоже актуальна, как она была актуальна в первые века христианства, как она была актуальна во времена Афанасия, так же она актуальна и сейчас. И все задают себе этот вопрос. Что значит верить? Это значит слепая вера или это все-таки разумная вера? Это актуально. Времена меняются, а ценности остаются прежними. Духовность, культура, образование. Основные постулаты, которые хотел донести до своих потомков архиепископ Афанасий Холмогорский. Елена Вишнякова, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФУ, Арктический мост. Продолжение следует...